Владимир Коломбет 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 В то время они диковинный клор. Вот это экзотическое растение под названием гуава, которое растет в основном в азиатских странах. И к тому же на прилавках в магазинах России его практически невозможно найти. Вот запах у него потрясающий, сейчас попробуем его на вкус. Он чем-то хурму напоминает, язык вяжет немножко. Чтобы приспособить экзотические растения к нашему климату и сделать так, чтобы они давали отличные плоды круглый год, Владимир Николаевич перевоплотился в конструктора «Новатора» и создал теплицу, которая работает как кондиционер и как термос. За счет вот этого воздухообмена идет выравнивание температуры в теплице. Например, днем за счет солнца земля нагревается, а ночью за счет земли уже идет прокачка опять воздуха, греется атмосфера теплицы. И до минус десяти можно обходиться без затопления. Есть здесь и вовсе экзотические миниатюрные деревья. Например, мурая. История которого окутана тайнами и легендами. Это растение во времена средневековых японских императоров охраняли так же, как наследников престола. А все потому, что из листьев, цветков и плодов готовили эликсир жизни. Считалось, что даже вдыхание аромата мурая делает человека здоровым, красивым и умным. Его еще называют дерево китайских императоров. В старину владеть им мог только император. Ему ставили в спальню. Оно помогает от сердечных заболеваний. Плоды и листья по целебности приравниваются к женщине. Стоит отметить, что ассортимент дачных растений садовод планирует расширить. Но сейчас пенсионер готов делиться опытом с такими же фанатами садоводства. Позвонить Владимиру Николаевичу можно по телефону, который видите на своих экранах. Олеся Колпакова, Самрад Ящимов, городской телеканал ЮТВ.